В зоне АТО больше всего обстрелов на Мариупольском направлении, а именно в Маринке. Под постоянным огнём живут не только военные, но и мирные жители. Материал Руслана Смещука. Последние несколько дней Маринка, одна из самых горячих точек, в зоне АТО противник постоянно использует тяжёлое вооружение. Слышно было, что работает танк. И снарядов 10-11 для ГЛО, там даже на весенне больше. Зенитная установка работала, отработали они довольно плотно. Особенно горячо здесь становится после захода солнца. Ну, начали экзаживаться, провокации с их боку відбуваются. Начинается с крупнокалибрного, РПГ, СПЕ, потом, иногда мины начинают. Ну, то есть экзаживаются, конечно, ничто. Ну, и поюдаемо по мере, возможно. Но и днём неспокойно. Вскоре убеждаемся в этом сами. Нас ведут на передовые позиции. Внезапно с соседнего телекона начинает стрелять вражеский снайпер. Все прошли! Сюда, 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 сюда. Это наши, может быть? Нет, это по нам. Быстро перемещаемся в более надёжное укрытие. Обстрел продолжается. Вот тут вот, вот туда, за стены, за стены, за стены. Что это работает? Снайпер. Снайпер работает, 7,62. Бывает, подключается у них на телеконе, там, более крупнокалиберное оружие. 12,5, ой, 12,7-14,5. Старый советский ПТР. Это вот оно? Нет. Тут немножко погромче работает. Снайперы и крупнокалиберные пулемёты ни на минуту не дают расслабиться нашим военным. Постоянно стреляют по украинским позициям. Это 12,7, ДШК, вот это уже выходное отверстие, вон оно, в стену, дальше в лудку пошло. Страдают от обстрелов и мирные жители. Мы в подвале сидим, как летит. Это Маринская школа. На стенах совсем не детские надписи и граффити, сделанные школьниками. Недавно здание и окрестности накрыли из 30-ти миллиметровой автоматической пушки БМП. Один из снарядов не разорвался и застрял в стене. Детей эвакуировали, занятий не было, взрыва не было. Просто удалили, обезвредили. Обучение уже возобновили. И сегодня же в Маринке на Центральной площади отпраздновали День вышиванки. А ещё открыли новый памятник Тарасу Шевченко. Раньше здесь стоял постамент Ильичу. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.